Были случаи, когда определенные сообщества, субкультуры, те же футбольные фанаты или организации националистов вступались за, скажем так, несправедливо арестованных или отпущенных преступников без национальности и добивались какой-то, ну, хотя бы разовой справедливости. Крайне редко. А для фанатов у нас теперь есть фан-айди, чтобы они не смели ходить на стадион. Вроде как могут повернуть назад, даже Медведев высказался с критикой. Медведев высказался. Давайте не будем смешным. Надежда на то, что это повернется обратно, нет. Нет, ну, может повернуться, конечно. Может повернуться из-за того, что не будет эффективно. Вы понимаете, это же цифровизация. Цифровизация уже важнее рекламы пива. Здесь что? Фан-айди — это цифровизация. Это освоение денег на создание и внедрение цифровых технологий. И на обработке цифровых следов. На обратной стороне, когда люди не ходят на стадионы, соответственно, ну, нет наполняемости, нет посещаемости. И реклама спортивных соревнований, а это реклама всяких, так сказать, рекламный бизнес, она, в общем, терпит, она несет убытки. Но цифровой-то бизнес у нас круче, чем всякие там, кто рекламирует себя на футбольных матчах, я не знаю. Один раз сходил на футбольный матч, посмотрел на лица ОМОНовцев, которые, так сказать, дубинками вокруг играли, больше не ходок. Ну, это как раз пример того, как экономика отступает перед какими-то политическими интересами, допустим, перед интересами контролировать те или иные группы населения. А у нас политические интересы доминируют в стране, российские или антиротические.